Здравствуйте! Вернемся к одной из тем дня. Сегодня ЦИК объявил предварительные итоги выборов депутатов Мажелиса. По предварительным данным, больше всего голосов досталось партии Нур-Отан, за ней следует демократическая партия Акжул и коммунистическая народная партия Казахстана. Можно сказать, что страна определилась с тем, кто будет находиться в парламенте, и двухмесячная выборная кампания подходит к концу, так как окончательные итоги выборов депутатов Мажелиса Центризбирком подведет не позднее 26 марта. Сегодня в студии программы «Интервью» мы подведем итоги прошедших парламентских выборов вместе с членом Центральной избирательной комиссии Маратом Сарсимбаевым. Добрый вечер! Вечер добрый. Итак, ЦИК объявил о рекордной явке избирателей для парламентских выборов. Давайте еще раз напомним, какая это цифра. Эта цифра была такая. За партию Нур-Утан проголосовало 82,15% избирателей, за демократическую партию Акжул 7,18% и за коммунистическую народную партию Казахстана 7,14%. Вот три партии, как раз, собственно, эти партии, они находились и в парламенте, в Мажелисе парламента 5-го Созова. Теперь это будет парламент, Мажелисе парламента 6-го Созова. Что касается явки, действительно очень много людей пришло. Явка, действительно, была высокой. Высокой в том смысле, что, например, если сравнивать с тем, какая была явка в 2007 году, парламентские выборы были, тогда явка была 6,8,4%. Если сравнивать также с парламентскими выборами 2012 года, то явка там была 75,4%. Сегодня явка, по крайней мере, предварительная пока еще цифра, 77 с лишним, так сказать, с небольшим процентов, который говорит о том, что по сравнению со всеми предыдущими, как говорится, парламентскими выборами, это действительно очень высокая явка. Но это действительно очень много, да? Это много, да. И тем более, если учитывать, что здесь оказался рядом, и праздничные дни оказались тут же, так, естественно, где-то было, ну, немножко некоторые сомнения, как у нас ситуация сложится. Но, в всяком случае, сложится. А ты делал прогноз, да, в целом вообще по явке? Какое прогнозируется? Ну, собственно, видели, трудно делать так вот какой-то... Если мы были бы научными социологами, проблем бы не было, так? Ну, мы-то практики, мы организаторы, и мы обычно не занимаемся такими прогнозическими вопросами, мы прагматики. То есть, уже по факту работаем, так говорите. Но, в любом случае, мы где-то были уверены, что оно будет примерно так, а может даже немножко больше. Отлично. Ну, рекордную явку отмечали и международные наблюдатели, да, которые приехали в Казахстан и следили за ходом выборов. Давайте напомним, сколько всего человек принимали участие в наблюдении? Ну, мы можем сказать, что около тысячи, так сказать, международных наблюдателей, если точнее, то 967, так сказать, наблюдателей от международных организаций, от иностранных государств, а также иностранных средств массовой информации. Эти люди действительно, так сказать, провели огромную работу и по долгосрочному наблюдению, и по краткосрочному наблюдению. Это, в общем-то, существенная помощь нам в плане того, чтобы, как говорится, решить какие-то проблемы, которые порой возникают в процессе. Ну, вчера также находились в ЦИКе, наблюдали за тем, о чем говорят международные наблюдатели. Практически каждый из них отмечал, ну, действительно высокую явку. Помимо этого, скажите еще, вот, какую информацию они поделились с вами в целом в своих отчетах? Вы знаете, вот, например, международный наблюдатель из Соединенных Штатов Америки, Данель Витт, например, да, он сказал, что вот эти выборы, так, он считает еще одним существенным шагом на пути электорально-политического права со стороны. Это первое. И второе. Он сказал, что, я, говорит, наблюдал, ездил по многим избирательным участкам, я видел, что много людей приходило, представители всех трех поколений, как говорится, казахстанского населения, приходили на участки, и я видел по их лицам, по их разговорам, так сказать, и было заметно, что люди таким образом с помощью выборов, с помощью выборов не только думают о сегодняшнем дне, но и о своих завтрашних проблемах. Это его слова, конкретно я привожу. Потом можно будет сказать о Снижане Тодоровой из Болгарии. Она журналист сама, тоже международный наблюдатель. Она сказала, говорит, что организация выборов в Казахстане, так, прошла лучше, даже, чем в некоторых европейских странах. Это тоже оценка дорогого стоит. Понимаете, это же все-таки, как говорится, мы еще молодое государство, еще учимся, и в том числе в этих вопросах, так, и когда представитель Европейского государства говорит об этом, то это стоит об этом сказать еще и еще раз. Ну, избирательные участки также были открыты за рубежом. Граждане, которые находились за пределами страны, также могли принять участие в выборах. В каком, ну, вот что касается избирательных участков на территории Казахстана, да, то тут и международные наблюдатели, и СМИ казахстанские, да, то есть мы видим, как проходит голосование, да, у нас здесь внутри страны. Есть же, опять-таки, за пределами нашего государства. И вот в каком режиме там проходили, да? Вот 65 как раз было создано накануне дня выборов, так, 65 избирательных участков, организацией которых занималась Астанинская городская избирательная комиссия вместе с Министерством иностранных дел Республики Казахстан, поскольку все это создавалось на базе дипломатических консульских представителей нашей страны в 51-й стране, так. И в списках было, сейчас в Мусе даже точно, 14 361 наш казахстанский избиратель гражданин. То есть столько человек находились 20 марта за пределами страны? Да, 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 за пределами страны. Из них реально, так сказать, фактически проголосовали 13 981 или 97,4%. Причем, что удивительно, вот вы сами только что сказали, что, мол, внутри страны столько было наблюдателей, столько, так сказать, глаз, как говорится, беспристрастных, а порой пристрастных, если иметь в виду, допустим, кандидатов и их доверенных лиц, так, то здесь действительно за рубежом не было такого, чтобы были, так сказать, специальные такие, ну скажем, большие группы наблюдателей, так. Тем не менее, результаты поразительные оказались практически теми же, что и в масштабе всей страны. То же самое подавляющее большинство пользы Нарутана, соответственно, всем и с небольшим пользу соответствующих партий Акжол и КНПК, ну и в отношении других партий приблизительно такая же картина. То есть это, видимо, знаете, в этом, как говорится, в этой частности, так, видно общее, общее в том плане, да, что то, что было там и здесь, раз оно перекликнулось и перекликнулось одинаково, это говорит о том, что и там и здесь было все объективно, нормально, справедливо. А вот эти избирательные участки, их тоже как-то контролируют международные наблюдатели или вообще... Ну, как-то, знаете, зарубежные, вообще, есть страны, которые вообще не делают этого, причем развитые страны, они как-то считают, что это, ну, ты уехал за рубеж, ладно, обойдешься как-нибудь, так сказать, без голосования. То есть это есть, но мы на это не идем. Мы хотим, чтобы, по возможности, ну, как говорится, охват был стопроцентным, чтобы каждый казахстанский гражданин, так, где бы он ни находился, имел бы возможность проголосовать. Это наш принцип, это наше правило. Интересно. Ну, вчера также были озвучены, то есть сегодня ночью уже, да, данные, exit pool, то есть несколько организаций, да, поделились своими результатами. Как вообще вот взаимодействует официальный, да, вот орган, да, центральная избирательная комиссия с exit pool, то есть насколько вы взаимодействуете? Вы знаете, мы с exit pool, так, мы к нему относимся с пониманием. Exit pool это явление, которым занимаются общественные неправительственные организации, мы к этому отношения такого прямого не имеем, хотя, в общем-то, понимаем, что это в какой-то степени контроль над деятельностью избирательных органов, а у нас их 13 399 по всей стране, так. И просто мне хотелось бы, ну, сказать, высказать некоторое свое соображение, что ли, которое вот я подсмотрел, подсмотрел, что называется, так, находясь в Великобритании. Там, например, exit pool так работает в каком плане? Что при выходе, так, там человек почти повторяет те же действия, что он, так сказать, совершал внутри этого участка. То есть там есть ящик, пусть он, как говорится, малопрезентабельный, но ящик, почти такой же бюллетень. И человек, который дает этот бюллетень, работник exit pool, что называется, он отворачивается и тайно соблюдается. И мне кажется, если мы будем делать примерно так же, наши вот люди, которые занимаются exit pool, так, то данные exit pool будут еще более точные, еще более, так сказать, правильные. Интересно. Ну, вчера также напомню, что в пресс-зале Центральной избирательной комиссии проходило множество брифингов, да, пресс-конференций, в том числе с участием председателей Центральных избирательных комиссий, да, других стран. И, ну, то есть туда приезжают они как бы и наблюдать, да, и в том числе наверняка с вами проводить, ну, то есть беседовать, да, вот какой обмен опытом проходит? Вот, в частности, кстати, вы вот, сегодня вот мы присутствовали, и вчера, и сегодня, делали окончательные оценки, скажем, по линии миссии СНГ, по линии миссии ШОС, по линии МПА, Межпарламентской Ассамблеи стран, так сказать, Содружества. Все они говорят о том, что организация выборов на высоком, прошла на высоком уровне. Причем все они говорят примерно в том ключе, что от выборов к выборам, так, организация выборов улучшается и улучшается. И нынешние выборы, по сравнению с теми предыдущими выборами, это все-таки выборы, которые являются выборами достаточно высокого класса. Вот так, такое суждение. Ну и, значит, ну какие-то замечания, они говорят, в основном это были организационно-технические замечания, не влияющие, так сказать, на ход, не повлиявшие на ход выборов, не повлиявшие на содержание выборов, так. Ну они естественны, поскольку все-таки огромное количество людей, это более 9 миллионов человек принимало участие, так, где-то что-то было не так, где-то какие-то шероховатости, они неизбежны, так, но тем не менее они, как говорится, не повлияли на само содержание выборов. И волеизъявления народа было выявлено точно и в соответствии с законом. Отлично. Ну, я вот хочу сейчас обратить внимание, что на наш сайт 24КИЗ приходят вопросы от зрителей. Зрители внизу экрана могут видеть ссылку, по которой можно принять участие в нашей беседе. Пожалуйста. Один из зрителей спрашивает, очень хотелось бы узнать, чем, не касается проведения вот прошедших выборов, но тем не менее, любопытный вопрос. Очень хотелось бы узнать, чем занимаются представители Центральной избирательной комиссии в то время, когда выборы в стране не проходят. Я хочу сказать, что когда выборы в стране не проходят, мы работаем в обычном режиме, как любой другой государственный орган. Имею в виду, что, допустим, если какая-то проблема есть, то эту проблему рассылают по всем министерствам и ведомствам, в том числе и к нам. И мы работаем вместе со всеми министерствами и ведомствами над этой проблемой в рамках специфики своего учреждения. Это первое. Поэтому мы находимся на работе, так сказать, с 9 утра до 6, а то и более, так сказать, вечером. Затем, наша работа еще такова, что мы, например, ведь те же члены избирательной комиссии, как мы сказали, почти 100 тысяч человек во всей стране, так, ведь они же не появились на пустом месте. То есть мы их, в перерыве между выборами, так, позаботились о том, чтобы эти составы были сформированы. А сформировать состав 13 399 избирательных комиссий по стране, это, наверное, не так легко. И мы проводим огромную работу по этой части. И вот буквально мы вот эти 13 тысяч комиссий, более чем 13 тысяч комиссий, они были образованы буквально два года тому назад. И мы буквально промежутки между выборами эту работу проводили, причем проводили достаточно широко, глубоко. И это сделали очень хорошо. И именно эти люди, именно эти составы, они вытащили президентские выборы и, соответственно, парламентские выборы. И поставили на достаточно высокий уровень организацию проведения этих выборов. Ну, думаю, что вы исчерпывающий ответ дали зрителям. А вот что касается организации, да, в целом, вот что касается, допустим, парламентских выборов, да, которые прошли, чем лично для вас они запомнятся? То есть вот именно в организационном плане, вы говорите, 13 тысяч членов избирательных комиссий, да, организовать их работу, это же правда тяжело. Ну, знаете, чем они запомнились? Они запомнились тем, что этим, если сравнивать, допустим, с теми же парламентскими выборами, которые были, скажем, до этого, так, то можно будет сказать, что мы работали на этот раз более интенсивно, так, более интенсивно и работа была более интересной, так, интересной в том плане, что были новые формы, новые, так сказать, подходы. Спасибо вам большое, я хочу пожелать вам успехов в вашей работе, нелегкой. И напомню, мы беседовали с членом Центра избирательной комиссии Маратом Сарсимбаевым, прошедших в Казахстане парламентских выборах.